Именно здесь, в Развилковской библиотеке, чуть больше года назад состоялась презентация книги памяти и славы, автором которой стала Галина Семёновна Рубинская. На 400 страницах биографии 854 жителей посёлка Развилка, участников Великой Отечественной войны. В ней достаточно информации о тех людях, о которых она написана. Я считаю, что это очень удобно, особенно для школьников, когда они делают какие-то проекты, какие-то презентации о своих предках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Получение губернаторской премии «Наша Подмосковья» – признание ценности огромного 36-летнего труда. Но для Галины Семёновны увековечивание памяти земляков, погибших на полях сражений, стало главным делом жизни почти 60 лет назад, когда она переехала в Ленинский район преподавать литературу и русский язык. Ещё памятников не было в деревнях. Я с ребятами сходила один раз. Не один, а несколько раз. Звёздочки прикрепляли к домам в деревнях. Мальчики на руках труда сделают эти звёздочки. Мы идём, прикрепляем. Когда памятники в деревнях установили, Галина Семёновна стала инициатором вахт памяти, которые стали традиционными для развилковского поселения. Сейчас они – одни из главных событий в районе. А когда-то Галина Рубинская проводила их со своими учениками в память о тех, кто не пришёл с Великой Отечественной войны. Даже сейчас, вспоминая о тех первых вахтах, она заметно волнуется. Детей всегда предупреждала, рассказывала, говорю, что, знаете, даже если никто не придёт к памятнику, но, знаете, что над землёй должен прозвучать раз в году, должна прозвучать память о ветеранах, об защитниках нашего Отечества. В развилковской школе Галина Семёновна организовала музей, большая часть которого также посвящена землякам, участникам боевых сражений. Здесь бережно собраны уникальные письма, статьи и фотографии, часть которых также вошла в книгу. То есть вот так вот по крупицам всё собиралось? Да, 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 вот из газеты, а повсюду, а повсюду у нас, видите, и везде фотографии есть. Галина Семёновна заботится не только о сохранении памяти тех, кто погиб в Великой Отечественной войне. Она входила в общественный совет, занимающийся установкой памятника в посёлке Развилка, и настояла, чтобы он был посвящён и тем, кто погиб уже в послевоенное время. У нас же был совет, заседание, сколько было, и вот как раз я и предложила вот это, локальные войны. Наши вот, наши ребята, многие погибли. В книге под некоторыми именами лишь несколько строк. Больше информации найти не удалось, но о многих героях – объёмные статьи. Их Галина Семёновна записывала на аудио- и видеокассеты во время разговоров с фронтовиками и затем вместе с мужем кропотливо расшифровывала. Мы дома с мужем, значит, вот он включает, я пишу, вот я не успеваю писать, он потом повторяет опять, включает. И вот так несколько раз, ну, долго приходилось даже с одной кассетой возиться. Материал для книги помогал готовить краеведа журналист Алексей Плотников. Выпуск тиража в тысячи экземпляров профинансировала администрация Ленинского района. Получение губернаторской премии стало для Галины Семёновны приятным сюрпризом, но всё же главной своей наградой она считает благодарность земляков. Мне звонят, говорят, Галина Семёновна, как выдастся минутка вечером. Я открываю книгу, папочка там, папочка из деревни Картино, Мария Петровна Кузнецова. Вот недавно мне звонила, два дня назад. Вот, и правнуки есть, конечно, это для них. Для Галины Семёновны слово «память» не абстрактный символ, а конкретная и осязаемая вещь, которую, как важную эстафету, необходимо передавать из поколения в поколение. Именно эту идею она воплощает в жизнь своими делами. Максим Козлов, Алексей Руднев, Сергей Ларин. Видное ТВ.